Всем привет, с вами Тома! И сегодня у нас будет небольшой научный эксперимент, а именно мы посмотрим на резиновую пинку, которая должна светиться в воде. Это обычная резиновая поняша от фирмы Затеники, которая выходила уже вместе с остальной шестеркой много-много раз в разных совершенно коробочках. Но это какая-то новинка, она должна светиться в воде, судя по тому, что написано. И я хочу ее, собственно, открыть и очень поинтересоваться, как она все-таки должна светиться в нашей емкости. Финке у нас оказалось несколько лучше запаковано, чем ее обычные резиновые собратья. Ну и по размеру у всех прекрасно знаете, для сравнения с поняшей из Бургер Кинга, она чуть-чуть ее выше. И если сравнивать с обычной кониколоновой финке, то тоже примерно одинаковый размер и самую капельку крупнее. Ну и самую капельку толще на щечке. Такая вот пупляша. Ну вы их могли уже видеть много-много раз в магазинах, потому что этой линейке уже больше года. Ну и, собственно, что у нас тут нового из светящихся элементов? У нее внизу вместо пищалки какой-то индикатор, который, судя по всему, дает свечение. То есть она, по идее, наверное, даже может светиться и не в воде, а вот она прямо сейчас светится. Ну давайте, сейчас она погаснет, мы попробуем ее засунуть вон, и будет ли она светиться, не нажимая вот на эти индикатор на ножках. Так, давайте сначала попробуем просто при свете ее туда окунуть. Так, раз. Погружение пинки. Первая ступень. Да, судя по всему, вода касается индикатора, и наша пинки начинает светиться. Так, раз. Ну, вот так, вроде вам лапки ее видны, она светится. Так, и давайте сейчас, возможно, не очень хорошо видно, попробуем выключить весь свет и посмотреть, как она светится в темноте. Вау, это просто экшн-дискотека, я не знаю, она очень здорово светится в темноте, ну и в воде, и, наверное, без воды будет светиться. И, причем, тут замечательно видно, что она светится именно вся, не только ее ноги, да, но и, как бы, лампочка освещает все туловище, вплоть до волос. В общем, на самом деле, очень клево смотрится, я не ожидала такого вау-эффекта. Прям, слушайте, медитативная вещь, можно так вот, ну, жалко, она не стоит, она всплывает, потому что она резина, чтобы она еще могла стоять внизу, было бы очень круто. Сейчас я попробую ее поближе поднести, чтобы ничего не разлить, тут в темноте она очень круто светится, слушайте, вообще. Их, плюх, 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 купальня ночью, вот, ну, переливается она, соответственно, всеми цветами. Ну, честно говоря, наверное, может быть, даже там как-то меняется эта батарейка, может, не меняется, я там не заметила каких-то вот этих самых, чтобы отвинчивалось что-то. А стоит такая пинки чуть-чуть дороже своих просто резиновых вариантов, где-то рублей на стол, наверное, можно, но, честно говоря, мне кажется, она того стоит. Ну, и, соответственно, в таком же виде выходили все остальные М6, и вы можете найти себе паняшу по своему вкусу. Последок поднимем ее из воды, и, наверное, сейчас она через какое-то время перестанет светиться, хотя, в принципе, если индикатор будет мокрый, наверное, она будет продолжать светиться. Ну, собственно, да, я не особо вижу, чтобы тут можно было батарейку ей поменять, поэтому, наверное, когда батарейка сядет, то, собственно, она, наверное, будет уже не работать. Так что сильно не увлекайтесь, ну, по крайней мере, она продолжает светиться. Вот, еще раз повторюсь, очень клевая штука, я прям не ожидала такого суперского эффекта от нее. В общем, всем рекомендую, всем, кто любит необычных паняш, вот, можно купить такую себе поню и поставить ее в банке, чтобы она светилась ночью. Довольно интересный вариант. Надеюсь, ролик был вам интересен и полезен. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok